Ого, наконец-то еда! Белки, жиры, углеводы, клетчатка, вода. Если перед словом «диета» не стоит слово «модное», значит она вряд ли будет популярной. А в наш век неравной борьбы за стройную фигуру – хорошо все, что результативно и не вредит здоровью. Найти свой путь в мире вкусной еды нам помогает нутрициолог, специалист по правильному питанию Юлия Антонова. В этой сфере питания, диетологии существуют некие тренды на диеты. Откуда все это берется и какие тренды сейчас и почему? Я предполагаю, что все просто, людям неинтересно. Это скучно. А вот когда какая-то диета еще с какой-то красивой оберточкой подается, с какой-то красивой историей, вот это уже интересно. Сейчас мода на кето-диету, она прям мода. И сейчас мода на интервальное голодание. Кето-диета была разработана для людей, страдающих эпилепсией. То есть кето-диета подразумевает исключение углеводов, и мы оставляем жиры и белки в своем рационе. Так вот, человек, страдающий эпилепсией, ему лечащий врач назначал такую диету. Как только приступы у него становились меньше, либо исчезали, все, его возвращали к нормальному, обычному режиму питания. Для себя кто-то взял это как вот такой образ питания, да, и начал придерживаться им в обычной жизни, без наблюдения врачей. Что происходит у человека, когда он придерживается кето-диеты? Он убирает углеводы, причем, я бы сказала так, не убирает, а сокращает их. На свой лад у него такая кето-диета. Когда он сокращает углеводы, он убирает быстрые углеводы, это все сладкое, мучное. И, естественно, он начинает снижать вес, потому что у нас вес набирается именно из-за углеводов. И он говорит, о, кето-диета работает. Ну, нельзя сидеть на такой диете бесконечно. Нам нужны углеводы, но из других источников. Ну, не такие, не быстрые. То есть это должно быть временно и под наблюдением врача. В работе организм может произойти скачок не в ту, а в другую сторону, в минусовую. Потому что организму углеводы нужны, а человек их недополучал какое-то время. И если он их долгое время недополучал, и в этот же момент он получал очень большое количество жиров, то могут начаться проблемы со здоровьем, прям серьезные. Интервальное голодание. Значит, берутся какие-то интервалы, когда человек голодает. Очень часто, сейчас придерживаются 16 голодает человек часов, 8 часов человек ест. Но, опять же, кто-то начинает, вот в это время, когда ест, он начинает есть все подряд. И для него это не срабатывает. И сразу скажу, физиологично, вот 16 часов для нашего организма, это неправильно голодать, без еды быть. Потому что как только человек начинает что-то потом есть, организм такой, ого, наконец-то еда. И он начинает все, что человек ест, усваивать. Вот, поэтому питание должно быть дробное, вот, в течение дня, от 4 до 6 раз, ну, в зависимости, как режим у человека. Каждый человек, с одной стороны, полностью индивидуален, он отличается. С другой стороны, есть такой подход, у меня он ко всем, ну, начинается с того, что я прошу человеку написать свое меню питания. То есть, как он питается 3-4 дня, мне нужно посмотреть его режим питания, и тогда уже индивидуально я могу порекомендовать что-то, какие-то моменты изменить. Сейчас мне, знаешь, какая тенденция нравится, что сейчас все больше и больше людей молодых начинают заботиться вот именно о своем питании, о том, как они будут выглядеть через 10, 20, 30 лет. Потому что там, допустим, лет 10 назад это была, в принципе, женщина 45 плюс и выше, вот такие чаще всего. Сейчас очень много, 25-35 лет, вот такие люди, прям их большое количество, которые вот о себе уже сейчас заботятся и думают о будущем. Человек уже более осознанно подходит к выбору еды, не только, допустим, дома готовит, не только идет в магазин, но и более осознанно в ресторане даже заказывает. И даже в ресторанах, вот по моему наблюдению, поменялось вот что-то такое, другая еда стала. Если мы говорим про сбалансированное питание, даже не про правильное питание, потому что правила у всех разные, а именно сбалансированное питание, то здесь все очень просто. Белки, жиры, углеводы, клетчатка, вода. То есть вот, это то, что нам нужно каждый день. Если у человека достаточно белка в рационе, у него много энергии, его меньше тянет на сладкое, это однозначно. Если у человека тянет на сладкое, это один из первых признаков нехватка белка в рационе. Если слишком много углеводов в рационе, то сонливость, усталость в течение дня может быть, присутствует. То есть там очень много различных моментов. Вот если жиров совсем нет, правильных жиров в рационе, то могут проблемы быть в гормональном фоне. То есть нам нужно все. Нам нужно все, и это все должно быть в балансе. Информации о правильном питании, кстати, это тоже касается. А потому выдавать ее будем, как рекомендуют специалисты, маленькими порциями, чтобы усваивалось лучше.